Утро, утро начинается с рассвета. Здравствуй, школьная отъятная страна. Здесь, в руках, зарплата планета, это страницы лета. Могу похвастать. Берники 7-8 и, в основном, маслята. Но я их вычистил в лесу, чтобы не зачревивили. А так, в принципе, они все живые. Этот вообще бездивный червя огромный. Очень хорошие грибы попались. Все молодые, прямо на гузах росли. Берники шикарные. И боровые, и еловые. В общем, грибная охота удалась. Удалась. Сейчас мы переоденемся и почистим, помоем. И будем готовить сегодня грибы в кокотницах. Маслята и белые в кокотницах. Все будет шикарно. Идем. Ну вот, выложили мы грибы. Я сегодня дождь шел утром, сильный. Он же у нас целый неделю идет. Вчера я ездил по грибы. И белых грибов, ну, хорошие, большие нашел. Но я никогда не снимаю грибы. Процесс их поиска на камеру. Потому что здесь так. И они и так, видите, вот торчит эта шляпка. Едва-едва из хвои. И чуть-чуть собьешься, резкость глазка, говорится. И тут же уже теряется спектр. Уже грибы не видишь. Поэтому я всегда так говорю. Либо поиск грибов, либо съемка процесса. Так, Александра? Да. Вот. Поэтому вчера я не снимал. Грибов белых на морозе немножко привезли. И хорошо было с лисичками. А сегодня вдруг мой оператор говорит, Слушай, а почему мы не сделали грибы в кокотницах? Это наше любимое блюдо. Тем более для грибов в кокотницах требуется в основном маслята. Это вообще супер. Они такие жиренькие, вкусненькие, сочненькие. Особенно в жареном сливочном масле. И поэтому родилась идея. Я взял, в 10 утра это было. Уже поехал в лес. Здесь рядышком. 10 минут езды. И насобирал эти красавцы. Вчера там был первомайский парад в лесу. Все ближайшие деревни. И так далее. СНТ. Вот эти грибы, как они называются? Белые. А это у нас что? Маслята. Маслята. Кроме вот этого. Правда? Угу. Это у нас один подберезовичек попал. Но мы его сейчас употреблять не будем. Потому что он требует особой обжарки. Если вот это может сразу стоить, то подберезовички лучше отварить. Вот. А это идет в пищу сразу. И вот такие вот маслята. Я их нахожу по одному признаку. Если молодой ельничек и поросли рябины. Там сто процентов будут вот эти вот еловые маслята. Сто процентов. Они очень вкусные. У них шляпка плотная. Ножка. Но поскольку это видимо были вчерашние остались. А это звучит наверное несколько дней. Ножки были уже зачеребивленные. Но я их вырезал. Мякоть, шляпка абсолютно чистая, хорошая. Так что вот этих маслят и вот этой вот. А это вообще как он сохранился написать. Там было поваленное дерево. И он под поваленным деревом. Видимо червячки. Видимо червячки. Народ такой тоже с нелюбящей дождь. Ушел от него. И вот он мне достался. Целиковый, красивый. Я даже стал разрезать его. Вот. Поэтому мы сейчас что сделаем. Гребеты помоем. Обработаем. Почистим. Потому что маслята. Обязательно снимаешь шкурку. Она чуть горчит. И когда готовишь. Она липкая. На себя все берет. Некрасивый вид представляет. А когда чистишь ее. Она очень легко снимается. Я процвет показывать не буду. У меня маникюра нет. Я маленьким ножичком пользуюсь. Ножичком. Вот. Я это сниму. Почищу. Гребами занимаюсь я. Поскольку грибы мужское дело. Собрал. Обработал. Ягоды. Это уже нас оператор любит. Вот. Так что вот такие дела. Все сосчитал. Можно приступать Александр? Ну да. Спасибо. Так что мы сейчас будем мыть. И уже увидите здесь разложенные продукты. А. Готовим мы сегодня грибы в кокотницах. Рецепт очень старый. Как раньше подавали в хороших ресторанах советских. Приготовили точно так же. Очень хорошие ингредиенты. Очень вкусно все будет. Белые грибы наверное помоем и либо в сушилку. Как настаивает оператор. Я их люблю заморозить для супчика. Оператор говорит супчик. Кстати ваше мнение. Жду. Суп из каких грибов вкуснее. Из сушеных белых. Или из замороженных белых. Победит любой приз. Итак. Все у нас готово. Вот здесь у нас грибы. 300 граммов получилось. Ну и тоже получилось. Оставили. Потому что у нас будет пара таких кокотниц. Большего объема нам не нужно. Для того чтобы вкусно пообедать. Перекусить. Поэтому. Взяли 300 граммов. Это маслята. Одну среднюю луковицу. Взвешивать не стал. По объему. Поэтому. Лук он добавляет пикантности. Но не должен давлять над. Маслой. Поэтому я всегда по объему сужу. Кто там вес. Я чисто по объему ребят. Вы. Простите меня. Опять же. Масло я буду брать на сковороду столько. Вот сколько будет. Я буду в сливочном масле. Пассеровать и лук. Растительное масло ни в коем случае. Многие делают. В кокотнице. Жульены. Используют растительное масло. А там высокая температура. А этот продукт он должен быть нежный. Он должен быть спассерованный. Но не пережаренный. Поэтому. И лук. И масло. Будем готовить. Пассеровать на сливочном масле. Сколько его падет. Столько я его и употреблю. Поэтому взвесивать заранее не могу. Далее. Сметана я беру 15 процентная. Можно густые сливки. Но лучше 15 процентов сметаны. Она более такая. Кондиционная. И сыр твердых сортов. В данном случае. И наш любимый старый сыр твердом. Он пойдет уже в конце. Смесь перцев. Я ее делаю вот таким образом. Через мельницы. Красный, чили и черный. Горошек. И соответственно соль. Это опять же будем добавлять в конце по вкусу. Практически уже когда будет перекладывать в кокотницу. Что мы сейчас с чего начнем. Мы сейчас. С вами. Грибы. Начинаем обрабатывать первыми. Мы сейчас обработаем их. Поджарим до корочки. Соответственно. Переложим в отдельную посуду. И будем делать лук. Не наоборот. Потому что если сначала лук. А потом после него жарить на сковороде. Опять же. Лук перебьет вкус грибов. А он должен сохраниться неизменно. Собственно говоря. Начинаем. Сейчас я буду ставить сковородку на огонь. И начнем работать. Включаем нашу печь. И когда будет готова сковорода. Мы будем закладывать масло. Все. Масло готово. Начинаем выкладывать сюда грибы. По звуку грибы здесь у нас. Маслята собраны были. В разной рисовой подстилке. Они бывают вот такого цвета. Бывают. Желтого и зеленого цвета. Это вас не должно пугать. Все. Какие ароматы сейчас у нас плывут на кухне. Не представляете. И когда оно сейчас будет готово. Грибы. Оно уже вот. Вот. Бится. Оно должно зарумяниться. С этих сторон. Пережаривать нельзя. Категорически пережаривать нельзя. Грибы не любят быть пережаренными. Я просто здесь не могу не мешать. В заключительной стадии. Этот процесс длится 5-10 минут. Все зависит от того. Какая сковорода. Какая плита. И какие грибы. Грибы, кстати, я нарезал пластиночками. И всегда. В кокотницу. Ну, вообще для готова. Нарезайте грибы пластиночками. Для сушки. Для всего. Грибы кубиками нарезать. Только для супов. Для бульонов. А для тушения. Для жарки. Только пластиночками. Они будут более элегантные. И пикантные. При поедании. Если кто-то не имел дела с грибами. Вот уже сработал таймер. С грибами. Кроме шампионов. Вот лесные грибы. Вот эта консистенция уже практически готова. Видите. Они притомились уже до почти золотистого цвета. И начинают друг за друга цепляться. То есть они уже влагу отдали. Когда они не цеплялись друг за друга. Они были полны влаги. И рыхлые. А сейчас они уже стали такие упругенькие. О. Видите. Все. На этом наш процесс жарки заканчивается. Мы теперь ложим их в эту посуду. И они там будут доходить. Ждать в очереди. А пока мы займем для жарения лука. Все. Ну сковорода у нас горячая. Масса быстро-быстро ушло. И мы сейчас выкладываем на сковороду наш лук. Так. А нарезка лука. Очень многие рекомендуют в рецептах своих. Резать полукольцами и так далее. Лук я режу настолько мелко, насколько вы можете. Я могу мелко порезать. Можете вы сделать и так. Почему еще раз говорю. Лук должен присутствовать. Он дает пикантость. Но он не должен выделяться отдельным продуктом. Понимаете что имеется. Он должен быть растаявший. Грибы. Отправляем. Отправляем. Отправляем к луку. Отправляем к луку. Поэтому здесь у нас конфликты профессиональных интересов. Но вы на это не обращайте внимание. Все будет в итоге очень вкусно и красиво. Вот сейчас оно взаимо обогатится. Взаимо обогатиться. Поженится. Поженится будем говорить так. Ну это женская терминология. Я как говорится женские романсы не пою. Как вам известно. Сейчас мы сделаем с вами одну вещь. Так как я забыл упомянуть. Присутствие среди ингредиентов. Это мука. Вот на данное количество пойдет такая десертная ложка с горкой. Вот такая. Мы сейчас должны обязательно обжарить ее. Ну допустим оператор говорит что. Это придает такой ореховый вкус. А я просто как скажем так. Старой поварской школы скажу что. Это необходимо для загущения соуса. Потому что мы сейчас будем добавлять сюда. Ну кто-то сливки добавляет. Я сливками не пользуюсь. Они сейчас не все настоящие скажем так. Я беру настоящую сметану. Разговариваю ее водой. Пол стакана сметаны. И довожу до стакана воды. И вот вам и сливки. Ну настоящие. А муку мы обжариваем. Опять до золотистого цвета. Я это увижу когда она будет готова. И мы зальем сметану. Разведенную. Вот, вот, вот. Она уже почти готова. Она должна обжарить. Мука обязательно. Иначе она будет клейковиной такой нехорошей. И вот настал тот интересный час. Когда мы вливаем в середину. Вот эту жидкость. Что это за жидкость? Это жидкость сметана разведенная. Убавляем на самый медленный огонь. Сметана разведенная с водой. Вы можете использовать. Кто имеет настоящие хорошие сливки. Жирные. Используйте жирные сливки. Мы же используем сметану разведенную в водичке. В кипяченой воде естественно. Так. Чуть-чуть добавляем огонь. А то я убрала сильно. Сейчас когда начнет закипать. И вот после этого мы начнем добавлять. Сейчас мы даже разорвать все это. Сделать массу единообразной консистенции. Вот. И после этого мы начнем добавлять специи. Соответственно, с волей по вкусу. Попробуем сам соус. И делаем смесь. Красный и черный перец. Кто-то может добавлять свои. Но еще раз. Не усердствовать. Ароматических специй сюда добавлять не нужно. Это грибы. Если вы будете добавлять сюда какие-то срезоморские травы. Имбирь и еще что-то. У вас получится какой-нибудь соус типа бушамель. Но у вас никогда не получится грибы в кокотнице. Вот эта консистенция. Это то, что пойдет в кокотницу. Сейчас я его крышечкой накрою. Он еще протушится. 10-15 минут на медленном огне. Я убираю огонь до конца. И начинаю солить и перчить. Но этот процесс могу не показывать вам. Соль, перец и прочее мы добавили. Сейчас мы сделаем последнее смешивание. Перед окончательным тушением. Ставим таймер на 10 минут. Эта смесь должна... Так. Ну извините, я пробую только таким способом. Вкусно? Это волшебно. Это не вкусно. Это волшебно. 10 минут. Немного тушится? Нет, немного. В самый раз. Гриб еще не готов. Он обжарен, но он еще не готов. Он не имеет той волшебной консистенции. После которой хватает пальцы. Так, это свою крышку. Красота. Это и красота, и вкуснота. Теперь мы подбираем к середине, чтобы ни один ингредиент не ушел мимо. У нас есть такая соус, соус поварешка. И с ее помощью мы накладываем, значит, три четверти в кокотницу. Я надеюсь, я знаю, что такое кокотница. Это такая керамическая, речвунная, с керамическим покрытием эмалированная посудина. Набираем три четверти. Вот так. Посудина, которая была изобретена, ну, по легенде, во Франции три века назад. Ну, я думаю, что не только во Франции были умные повара. На третью кокотницу не хватит, но мы это и так употребим в дело. Стапить оператор? Конечно. Найдем. Хотя мы можем и снарядить. Нет, не хватит. Для сооружения третьей кокотницы будет недостаточно. Поэтому это оставим в сторону. Следующий важный шаг, очень важный шаг. Добавляем ложку сметаны. Для чего? Это для того, чтобы она при готовке, окончательной готовке в духовке всплывет вместе вот с этим блестящим ароматным сыром вкуснейшим. Чувствую, я здесь вот чуть-чуть перестарался с количеством в эту кокотницу. Так бы на три хватило. Вполне возможно, ничего страшного. Теперь мы прикрываем. Выставляем 200 градусов в нашей замечательной печи. Вопрос. Примерно объем кокотницы? Объем кокотницы... Грамм 300? Нет, поменьше здесь. Грамм 200. Я, честно говоря... А мы сейчас замерим. Сейчас. Этот вопрос будет готов, когда я поставлю. И включаем. Это французские кокотницы. Здесь написано менее какоте. Какоте... Я не знаю, я французский не изучал. Только немецкий и английский. Могу с вами поговорить о них на этих языках. Ну, а мы в данном случае... Хоть и говорят, что французская кухня, но мы употребляем, наверное, чаще всего французы. В настоящий момент. У них там микроволновки, фастфуд. А мы кушаем по-прежнему многовековой посудой из Франции. Вооружаемся нашей специальной перчаткой для саперов. Берем нашу вспомогательную руку. И вынимаем ее. И вынимаем ее. Вот так. Ой, что там происходит сейчас? Там происходит... Я бы сейчас слабление сердец, да, так говорят. А там происходит лава. Клокочет в вулкане лава. Ох, ребята, я даже открывать-то... Ммм... Это сыр. Это сыр. Позвольте мне снять пробу. Позвольте мне снять пробу первому. Беру ложечку такую для кокотницы. Сыр сверху расплавился, его сметана подняла. Так бы сыр утонул. Сметана... Это... Это фантастика. Если кто-то ел когда-то пудинг, забудьте про это блюдо вообще. Просто забудьте. Ммм... Даже чуть отложу своим дыханием. Все делаю. А теперь оператор попробует, не сводя с меня камеры, а я смотрю на ее лицо и передаю вам ее эмоции. Ммм... Это очень вкусно. Это божественно. Сыр сейчас... Вот не думать, что он сверху? Это очень вкусно. Он среди грибов, а его сметана поддерживает на плаву, чтобы он не опустился вниз. Потому что грибы воздушные сейчас. Ну, в общем, скажу так. Сейчас мы сняли за стол, но... Мы всегда подаем кокотницы, грибы в кокотнице, вообще продукты жульены, к виноградному соку. Если бы это было вино, конечно, мы вино не пьем. Мы пьем виноградный сок. Я бы сказал, что это сухое вино. Ну, в данном случае это виноградный сок, очень хорошего качества. Я же предлагаю оператору подойти поближе, заглянуть в свою посудинку. Чтобы не подумали, что я ее обманываю и буду кормить сухарями. Заглядывать неинтересно, интересно. Да. Ну, давайте сделаем поглоточку чудесного виноградного сока. И, скажем так, ходите в лес, собирайте грибы. Я говорю, не сидите дома, не сидите у телевизора на диване. Ходите в лес, собирайте грибы. Пейте замечательный виноградный сок. Вот по такую... Кстати, я забыл сказать... Музыка. Приятного всем аппетита. Рад вас всех было еще раз видеть. Не виртуально, а вы меня визуально. Всем счастья! Ну, вот оставшиеся белые грибы, которые не пошли в наше блюдо дня. Кокотницу. Я трудоустроил оператора резчицей грибов и сушкой этих грибов. Вот сейчас она стучит ножом по доске. Профессионально стучит, кстати. Я так не умею. И мы сейчас... Это все... Еще будет, наверное, один подолк. Может даже два. И в сушку. И в сушку. У нас сушилка такая... Ну, она обычная. Ну, мы справляется. Мы базилин сушим в ней и так далее. Хотели бы, конечно, получше, посимпатичнее, но может быть... Помощнее. Помощнее, да. Помощнее. Вот. Это все-таки слабовато для нашего огорода и сада. Вот так. Такими пластиночками белый гриб режется. Ну, и в супе это вообще сказка будет. Просто сказка. Вот это вот на небольшую такую кастрюльку. Три литра. Вот этого будет достаточно. Картошечка, лапшичка. Вот так. Ах! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...